Вот так сейчас выглядят улицы в ряде городов аргентинской провинции Санта-Фе. В реке они превратились в результате проливных дождей, которые обрушились на север страны. Много водоёмов вышло из берегов. «Мы наблюдали это в 2015, 2016 и 2017. В 2018 наводнения не было. Но в 2019 оно опять пришло». Местные СМИ сообщают об эвакуации около 3,5 тысяч человек. Власти принимают меры. С жилых улиц пытаются откачивать воду. Тем временем местные жители оценивают ущерб, причинённый домам. Они также обращаются за поддержкой к правительству. «Мы попросили президента сжалиться над городом Конкордия, потому что мы устали так жить». Сильно пострадала и местная экономика. В провинциях Санта-Фе, Чако и Сантьяго-де-Лестеро затоплено около 300 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В последние несколько месяцев в этих регионах шли непривычно сильные дожди. Фермеры потеряли много урожая хлопка, риса и других культур. В школе полиции в колумбийской столице Богате взорвался внедорожник, начинённый взрывчаткой. Его пытались задержать на контрольно-пропускном пункте, но не смогли. В результате взрыва погиб 21 человек, включая водителя. Ещё 68 человек получили ранения. 10 из них остаются в больнице. Полиция установила личность водителя. Его зовут Хосе Альдемар Рохас Родригес. Мотивы преступления пока неизвестны. Следователи выясняют, были ли у Родригеса сообщники. «Взрывотехники дали нам первый отчёт. В нём сказано, что в машине было 80 килограммов пенталита». В прошлом такую взрывчатку использовали колумбийские повстанцы. Президент Колумбии потребовал найти всех виновных и привлечь их к ответственности. «Это нападение не только на молодёжь, на правоохранителей, на нашу полицию. Это нападение на всё общество. Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным». В числе погибших – гражданка Эквадора, которая училась в полицейской школе. Ещё одна эквадорская курсантка получила ранения. Также пострадали двое панамцев. В Колумбии более полувека шла гражданская война между правительством и леворадикальными повстанческими группировками. Боевики часто совершали теракты с помощью начинённых взрывчаткой машин. В 2016 году руководство ФАРК и власти Колумбии заключили мирное соглашение, и боевики обещали сложить оружие. Жители города Уэстбрук американского штата Мэн, несмотря на мороз, приезжают на местную реку, чтобы посмотреть на удивительный природный феномен. На воде образовался ледяной диск. Его диаметр 91 метр. Можно заметить, что он медленно вращается. Кроме того, каждый день он становится больше. Пока зрители наблюдают, на диске мирно отдыхают птицы. Ледяные диски – это феномен, который учёные точно пока объяснить не могут. Они обычно возникают на изгибах рек. Предполагается, что они образуются из-за подлёдных водоворотов. Под силой течения отламывается небольшой кусок льда. Он постоянно вращается, благодаря чему приобретает форму круга и постоянно растёт. После того, как фотографии диска опубликовали в социальных сетях, он привлёк внимание многих людей, а также мировых СМИ. Кому-то он напомнил замёрзшую луну, а кому-то корабль пришельцев. Автолавки выручают жители отдалённых деревень России, в которых нет магазинов. По стране таких населённых пунктов немало. Это Татарстан. Машины везут людям продукты и товары первой необходимости. В Алексеевском районе работает 75 передвижных магазинов. Они снабжают 700 деревень. Каждую приезжают два-три раза в неделю. Люди знают расписание и поджидают магазин на колёсах. Мы всё везём, что у нас в магазине есть. Весь ассортимент. Хотя бы по одной, по две штучки всё кладём. Всё. Бывает иногда они другое, что-нибудь спрашивают, что у нас нет. Мы сразу пишем, и на следующий день, через три дня, мы приезжаем обратно, везём им всю эту продукцию. Большинство покупателей – пенсионеры. Продуктов берут понемногу. Ну, в основном хлеб, батон, крупы какие-то там, молочные продукты, мясные. Ну, мясо вот привозят даже, мясные, печёные, всё привозят. И хватает как-то, обходимся. Ну, у нас ещё ведь под спорь. Картошка своя, лучок свой, яички свои. Когда-то магазины работали во многих отдалённых поселениях. Но со временем торговля стала невыгодной. Например, в этой деревне Берёзовая Грива магазин закрылся более десяти лет назад. До ближайшего идти слишком далеко. Вот и выручают людей автолавки. Региональные власти стараются увеличивать автопарк передвижных магазинчиков. По меньшей мере, 890 человек в прошлом месяце погибли на северо-западе Демократической Республики Конго в результате насилия на этнической почве. Такие данные привело Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Стычки произошли с 16 по 18 декабря между представителями общин Батенде и Бануну. Из-за этого в провинции Майендомби отменили голосование на президентских выборах. «Нужно подчеркнуть, что 890 – это число людей, которых точно похоронили. Но также поступили сообщения о многих других погибших. Их тела сбрасывали в реку Конго или сжигали». Стычки между представителями общин стали самыми ожесточёнными за многие годы. Из-за них приблизительно 16 тысяч жителей города Юмби и окрестностей перебрались через реку и бежали в соседнюю республику Конго. «Население города составляло 18 тысяч человек. 16 тысяч перебрались через границу в республику Конго. Теперь мы пытаемся поговорить с этими людьми и выяснить, что конкретно произошло». Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно расследовать инциденты. Как предполагается, они связаны с конфликтом, который разгорелся в связи с погребением племенного лидера. «В противном случае это приведёт к росту ощущения несправедливости и недовольства в этих общинах. Мы опасаемся, что насилие может вспыхнуть снова». Стычки напрямую не были связаны с президентскими выборами. Однако голосование в регионе решили отменить, поскольку лидеры одного племени поддерживают правящую коалицию, а второго – оппозиционных кандидатов. Выходец из Афганистана Сакандар Хан – один из девяти человек, которые в этот раз получают гражданство Дании. И согласно новому закону, все они обязаны пожать руку министру по делам иммиграции. Это финальный этап процесса натурализации. «Я не против, это датский закон. Думаю, в этом нет проблемы. Всё хорошо». Для хана, который бежал с семьёй из Афганистана в 2001 году, пожать руку женщине не проблема. Однако закон уже критикует за нарушение свободы вероисповедания. Многие религиозные мусульмане и иудеи не касаются представителей противоположного пола, если это не их родственники. «Я понимаю, что рукопожатие для кого-то может быть недопустимым. Но для меня проблемы нет. Думаю, церемония вполне нормальная». Правительство Дании говорит, что рукопожатие – важный элемент датской культуры. Каждый, кто отказывается это сделать, не может стать гражданином. «Это символ того, что вы принимаете основные правила. Здесь у нас все равны. Многие не хотят жать руки представителю противоположного пола. Я хочу сказать таким, что они не поняли, что значит быть датчанином». В прошлом году парламент Дании также запретил носить в общественных местах исламские бурки и никабы. Это решение раскритиковали ООН и Amnesty International. Население Дании составляет всего 5 миллионов 700 тысяч человек. С 2014 по 2017 год страна приняла 45 тысяч беженцев. Это намного меньше, чем соседние страны. Так, Германия приняла 1 миллион 600 тысяч мигрантов, а Швеция – 300 тысяч человек. Шаг за шагом. Машина по имени О-Робот медленно передвигается по полу. Это не самый быстрый и не самый грациозный робот. Да и цель состояла не в этом. Биолог Джон Ниэкатуро из Берлинского университета имени Гумбольта много лет изучал знаменитые окаменелости возрастом около 300 миллионов лет. Это была амфибия, которая передвигалась на четырёх лапах и питалась растениями. Джон объединился в команду с экспертом в робототехнике Камила Мелла из Швейцарии. Вместе они решили посмотреть, как подобные ящеры передвигались. Для этого запрограммировали робота так, чтобы он шёл чётко по окаменелым следам возрастом около 290 миллионов лет. «Одна из проблем палеонтологии заключается в том, что когда хочешь понять, как двигались доисторические животные, то делаешь предположение, но никак не можешь его проверить. Этот робот, созданный на основе скелета, двигается по оставшимся отпечаткам. Это позволяет протестировать теорию». Робот двигается с помощью моторов. Само тело сделано из стальных деталей, а также сгибающихся пластиковых, напечатанных на 3D-принтере. На основе экспериментов учёные уже сделали выводы, что доисторические ящерицы передвигались быстрее, чем предполагалось ранее, и были очень проворными. «Они могли поднимать своё тело достаточно высоко от земли. Более ранние животные в основном тащили свои животы по земле. Конечно, идеально робот не повторяет останки, но мы считаем, что построили хорошую копию». Стоимость робота составила около 20 тысяч евро. В Гаванию появилось мобильное приложение, которое связывает таксистов и пассажиров. Называется оно «Субэ», что можно перевести как «садись». Приложение создала компания молодых программистов в качестве хобби. Оно бесплатное и позволяет пассажирам общаться с таксистами, согласовывать маршруты и стоимость поездки. «Мы думали, как сделать транспортировку доступнее для людей. Смысл Субэ в том, чтобы соединить такси с клиентами. Мы пытаемся перенести в мобильное приложение процесс, который проходит на улице». Приложение появилось в стране на фоне разрастающегося транспортного кризиса. Новые правительственные директивы контролируют маршруты такси, оплату и покупку бензина. Из-за этого многие таксисты стали менять маршруты, подняли цены, либо вообще бросили эту работу. Приложение призвано облегчить им жизнь. «Проблему с такси надо решать. Из-за автобусов и плохих машин мы постоянно опаздываем – на работу, на обед, куда угодно». «Изменения фундаментальные. Благодаря мобильным данным и приложению Субэ мы можем работать более последовательно». Впрочем, оплачивать поездку по-прежнему нужно наличными. На Кубе нет онлайн-транзакций. «Я пользовалась приложением несколько раз и мне понравилось. Оно очень помогает. Я трачу меньше времени. Транспортная система сложная, на улице уйма людей. И такси порой приходится ловить по 40 минут. А теперь можно вызвать машину, просто введя свои данные». Приложение работает месяц. Создатели программы надеются, что кубинцы будут активнее использовать новые технологии, способные облегчить жизнь.